Продолжим оптимизацию. Если выделить один из автоматических фрагментов, то мы видим параметры всех таких фрагментов. Но если вы помните, в нем присутствуют прозрачные участки. Поэтому формат JPEG нам не подходит. Для дальнейшего редактирования переводим его в пользовательский фрагмент. Правой кнопкой по нему выбираем «Преобразовать в пользовательский фрагмент». Если вы передумали его редактировать и хотите опять, чтобы он стал автоматическим, то просто удалите его. Правой кнопкой «Удалить фрагмент» и он опять станет автоматическим. Переводим обратно. Выбираем формат GIF. Переходим во вкладку «Четыре варианта». Инструмент «Рука». Ищем этот фрагмент. Выбираем инструмент «Лупа». И смотрим 100%. Но в данном случае можно поставить и 200. Вот теперь хорошо видно, что качество нужно улучшить. Выберем минимум 64 цвета. Теперь видим явные изменения в лучшую сторону. Размер фрагмента 1,26 кБ. Что еще можно сделать, чтобы уменьшить этот фрагмент? Но предположим, в редукции выбрать «Перцепционная». А метод поставить без дизеринга. В прозрачности обязательно ставим галочку «Подложка» нет. Инструмент «Выделение фрагмента». И переходим к следующему фрагменту, который находится выше. Если вы помните, у него тоже есть прозрачные участки. Ставим такие же параметры. Выбираем формат GIF. 64 цвета, прозрачность, подложки нет. Переходим в оригинал. Инструмент «Лупа». 100%. И переходим к следующему фрагменту. Инструмент «Выделение фрагмента». Выделяем. Предположим, этот. Переводим его в пользовательский фрагмент. Переходим на вкладку «Четыре варианта». Инструмент «Рука». Ищем этот фрагмент. Формат JPEG. Качество высокое. Вес фрагмента 18,41 кБ. Давайте выберем степень 45. И посмотрим, насколько ухудшится качество фрагмента. Видим, что фрагмент стал меньше, а качество стало ненамного хуже. Переходим к следующему фрагменту. Попробуем в степени поставить 40. И видим, что особой разницы с оригиналом нет. Оставляем. Следующий фрагмент. Этот фрагмент с элементом фото. Так что степень поставим не ниже 45. Размытие на 0. Переходим в оригинал. Дальше мы будем оптимизировать автоматические фрагменты. Этот и этот. Но перед этим я бы вырезала еще один фрагмент. Вот здесь. Так как здесь присутствует рисунок. И сохранять его придется в другом формате. Инструмент раскройка. И вырезаем этот фрагмент. Вот на таком уровне. Переходим во вкладку 4 варианта. И уменьшаем степень до 45. Разницы с оригиналом практически нет. Переходим к автоматическим фрагментам. Инструмент выделения фрагмента. Выделяем автоматический фрагмент. И видим, формат JPEG высокое качество. Вес фрагмента почти 2 килобайта. В этом фрагменте нет ни рисунков, ни элементов с фото. Поэтому можно выбрать формат GIF. И видим, что при невысоком качестве 16 цветов его вес стал меньше. Если вы помните, я говорила. При изменении параметров одного автоматического фрагмента у всех остальных автоматических фрагментов будут такие же параметры. Выбираем инструмент рука. Выделение фрагмента. И смотрим. Формат GIF. Качество 16 цветов. Разницы с оригиналом нет. Оставляем. Переходим в оригинал для оптимизации дальнейших фрагментов. Выделяем следующий фрагмент. Переходим во вкладку 4 варианта. Видим формат JPEG. Качество среднее. Вес фрагмента 1,2 килобайта. Я думаю, что у этого фрагмента можно поставить такие же параметры, как у автоматических фрагментов. Выбираем GIF. И видим, что размер фрагмента уменьшился в половину. Разницы с оригиналом нет. Переходим в оригинал. Если вы помните, мы этот фрагмент не можем перевести в автоматический. Если мы этот фрагмент удалим, тут появится 8 автоматических фрагментов вместо одного. Выбираем следующий фрагмент. Переходим во вкладку 4 варианта. Инструмент рука. И ищем этот фрагмент. Формат JPEG. Качество высокое. Вес фрагмента 2 килобайта. Поменяем на формат GIF. При невысоком качестве 16 цветов вес фрагмента опять уменьшился. 1,5 килобайт. Вполне приемлемое качество. Разницы с оригиналом нет. Оставляем, переходим в оригинал. Мы с вами оптимизировали почти все фрагменты шаблона. А теперь интересная часть в оптимизации. Переходим к фрагменту для содержимого. Выбираем инструмент выделения фрагмента. И щелкаем по нему. Перед тем, как редактировать параметры этого фрагмента, давайте посмотрим на вес шаблона. Переходим в браузер. Вес шаблона 72 килобайта. Нам удалось уменьшить вес и сохранить при этом хорошее качество графики. Закрываем браузер. Открываем окно веб-содержимое. Если вы помните, я говорила, что если снять видимость с оригинала в ссылок, то можно еще уменьшить вес шаблона. Так как у нас есть дубликат, и мы спокойно можем это сделать. Нажимаем на эти глазки. Снимаем видимость. Переходим в браузер. И видим, вес шаблона 68 килобайт. А также фрагментов у нас стало меньше. Если вы помните, их было 55. Проверим ссылки и их ралаверное состояние. Все в порядке, все работает. Закрываем браузер и переходим к дальнейшей оптимизации. Окно веб-содержимое можно закрыть. Дальше мы с вами будем работать в окне «Фрагмент» и «Таблица». Оптимизировать фрагмент для содержимого мы не будем, так как это не понадобится. А просто сгруппируем его в таблицу. Это очень удобно. Вы будете знать, где будет располагаться ваше содержимое. У таблицы будет имя, и в iChatMail коде будет легко ее найти. Может возникнуть вопрос. Чего там искать-то? Открываешь код, и содержимое сразу видно. Да, это сейчас. Но при дальнейшем редактировании содержимого и добавлении разных элементов в дизайн, это может быть дополнительное меню, баннеры и многое другое. Вам может понадобиться еще таблицы. И не одна. И чтобы не было путаницы, лучше таблицам давать имена. Это касается не только тех, кто пользуется табличным дизайном. Таблица эта у вас так и останется. А что вы будете в нее внедрять, это уже ваше дело. Это может быть, как я уже говорила, плавающий фрейм, блочный элемент div или еще одна таблица. Ну а теперь переходим от теории к практике. В окне фрагмент, в графе тип выбираем таблица. И видим, что этот фрагмент сгруппировался в таблицу. Пока содержимое нашей таблицы – это изображение. То есть этот фрагмент. И чтобы разместить в таблице содержимое, нам придется его удалить. А вместо него задать такой же цвет фона. Ведь у нас однотонное изображение. То, что подгружаться для фона, будет цвет, а не изображение. И за счет этого вес шаблона еще уменьшится. А загрузка страницы в браузер будет быстрее. Мы зададим нужные параметры, а программа сделает все сама. Опять возвращаемся к графе тип. И задаем значение для нашей новой таблицы без изображения. Сразу появилось поле для текста. Сюда мы сможем сразу вставить готовый iChatMail код. Тем более, если вы заранее знаете размер таблицы, в которую вы будете его внедрять. Нажав на размер, можно увидеть размер по ширине и высоте, а также значение в пикселях или в процентах. Также можно задать выравнивание в ячейках. Горизонтальное и вертикальное, с определенными параметрами. Дальше мы зададим цвет фона таблицы, идентичный цвету фрагмента. Щелчок. И меняем на нужный цвет. Ок. У меня заранее подготовлен iChatMail код для содержимого. Я просто копирую и вставляю его. Переходим в окно «Таблица». Здесь мы сможем задать имя таблицы. Я, например, напишу содержимое. А теперь мы сможем перейти в браузер и посмотреть на наш готовый шаблон. Вот такой симпатичный сайтик у нас получился. Если вы помните, вес шаблона был 68 килобайт. Мы смогли еще уменьшить вес шаблона. А теперь давайте найдем нужную нам таблицу. Правка. Найти на этой странице. И пишем название таблицы. Жмем «Найти далее». Вот она. Браузер ее нашел. Название таблицы содержимое. Ширина, высота и так далее. Вы сможете всегда заменить содержимое таблицы. Закроем браузер. Вот таким образом можно создать шаблон сайта в программах Photoshop и ImageReady. Мы оптимизировали все фрагменты. Задали нужные параметры в настройках для сохранения. И теперь можем спокойно сохранить шаблон. Выбираем файл «Сохранить оптимизированный как». Имя файла. Можно задать любое имя. Тип файла. Выбираем iChatMailCode и изображение. Также, нажав на эти стрелки, вы сможете выбрать только изображение или только iChatMailCode. Настройки оставляем по умолчанию заказное. Это наши настройки, которые мы с вами сохранили. В графе «Фрагменты» выбираем все фрагменты. Нажмем «Сохранить». И, конечно же, не забудьте сохранить шаблон в формате PCD. Сохранить или сохранить как. На этом восьмая часть урока завершена.